Вот в символе веры говорится о нашей вере, в чем мы должны веровать и исповедовать. Но в частности там говорится святая апостольская церковь. Вот где она есть? Что это так? Может быть это стремление к чему-то, к такой церкви? Или она когда-то была, но потеряна? Вот сейчас вот как вот это понимать? Объясните. Ну как? Если говорится о человеке, он стареет, он все равно то же самое. А тут кое-что умышленно допущено. У нас если тряхнуть, у нас православие-то совсем еще не останется. Откуда-то взяли, чтобы раскапывать мертвецов, резать, и люди идут толпами. Даже хоронить, и то, говорит, оставить мертвецам хоронить, а то, что выкапывать, это даже мне на ум не приходило, Господь говорит. И в каждом слове священники превышают свои полномочия. Начинается великий пост, а они к батюшке. Я не могу, ну ладно, шкурочку, бульон там. У него прав таких нету. Кто-то пришел бы и сказал, запиши меня в космический отряд. Он сделает это? Нет, это на небо. Никаких не действует уже канонов, ничего нет. Оглашенные за дети никто никуда. У нас ничего нету. Если вот брать, что сегодня есть, ну да, это бизнес церковный. Запоминание, сколько имен, по пять рублей там плати. Крещение, это симония, проклятие Божие. А говорится о том, когда она была со святую, вселенскую, апостольскую церковь. Вот она кафолическая, а в буквах это-то и католическая. Мы когда читаем Деяния апостолов, то мы как-то стали смотреть, ну по порядку читать. Ну и все главу прочитали, ничего нашего нету. Мы совершенно чужие этому. Вот об этом и говорится. В оригинале, да, мы все ее признаем и не против, потому что читаем веру во единого Бога Отца. А на деле-то, выше Бога-то сколько людей? У нас и святые. Вот как-то говорил тут один проповедник. Обыкновенное воскресенье, но воскресенье это главный праздник. Половина храма, говорит, нету. Ну вот привезли мощи, мощи, какого святого там Спиридона, толпы в сто раз больше. Ну придет к вам Илья Пророк, говорит, поотвинчивает вам голову. Мы православные только так, звук один. Вера православная во всех отношениях это самое лучшее. Святые отцы, как истолковали, как строгости какие, ну уже нет ничего этого. Там единицы, которые знают и все преследуются, если правильно это. А, у вас там тоталитарная секта, то что угодно сатана хлюпает. А люди сразу, а там легче. У вас как-то то нельзя, а другое нельзя. У нас дедушка, вон бабушка были, они играли и в лото, там бывает в карты. А у вас все нельзя. Видите как, рожденного свыше сегодня в православии найти очень трудно. Чтобы он на первое место ставил слышать глаз Божий. Мы же говорим, говори Господи, мы должны что-то слышать. То, что я говорю, мы должны это услышать, не от меня. К священнику приходят, задают вопросы, ну такие говорливые. А он говорит, как будто никогда не было Библии в руках. Вот я только что закончил ролик один, он где-то почти 300 страниц. Как я беседовал с архимандритом Юрасовым Амросием. Он алтайский, приезжал, мы много раз встречались с ним. Вот я сейчас посмотрел, сколько там, где-то 430 мест Библии я привожу. У него ни одного практически нету. Люди приходят не к вам, к Богу, а вы, как рупор, должны сказать. Они не знают. Он городит что угодно. Ну вот я скинул, если надо, у вас нет, то я скину вам это. И вы посмотрите, как вопрос задают ему, как он отвечает. И дальше я говорю, как надо отвечать. Я разбирал эти вопросы, которые журналисты там задают. Вот, ну был митрополит тогда еще, Кирилл, Смоленский, Калининградский. А тогда патриархом был Алексей Второй. У старообрядцев митрополит Адриан. У всех ответ примерно 9% только, а 91% неправильно отвечают. Совершенно не слушают, что Бог говорит. А взять за эпиграф 12.48 Евангелия Теана. Христос говорит, я не сужу. Слово, которое я говорю, оно будет судить вас в последний день. Если Слово Божие будет судить нас, он говорит, как говорил Христос, все остальное отпадает. Мне надо знать тот билет, который даст мне возможность закончить училище. Закончить жизнь. Жизнь на земле, это вот главный институт. И какой вопрос последний будет? 25 глава. Но впереди стоит Слово. Добро делают многие. Мусульмане делают, коммунисты делали, есть добро. Фашисты не за добро Господь будет судить, а во имя ли Христа, пословы ли Его. А тут всякие басни, ни страха Божия, ничего нету. Вот теперь смотри, во что мы веруем. Мы веруем, что она такая должна быть, а в конце должны добавить, но мы не такие. Потерпи нас, Господи, может быть, исправимся. Ты начни сейчас исправляться. Тебя фанатиком признают, экстремистом. Как угодно будут обзывать. А фанатик – это похвала. То есть готовы умереть за убеждения. А экстремист – все доводящий до высшей точки. Все на отлично, что было. У нас понятия даже нету, что враги нам лучшие друзья. Вот они хвалят, гонят, поносят. А такая радость должна быть. Ведь они мне венец плетут. Велика ваша награда на небесах, когда будут поносить вас, как неугодный сыну Божию. Так гнали пророков, бывших прежде вас. Это девятое блаженство. Но чтобы человек радовался, благодарил, ну, это людям не свойственно. Никак. Это только Дух Святой тебе покажет. Представь себе, которые мученики, они предстали. Да, они распятые были, сожгли, отравили. Но теперь-то все позади. А теперь-то, которые все это делали, они теперь какие? Они тоже умерли? Они там бились за что? За место какое-то, за кого голосовать, кто президентом будет. Все кончилось. Все цари-то какие были? И мы молимся царю Николаю. А почему? Кабы не пришли людоеды-то. Ну, он обыкновенный царь. Умер, никто бы не знал. А тут каждый день молимся, потому что это мученики Христовы. Поэтому надо смотреть с позиции вечности. Вот Николай Георгиевич как. И знаете, если... Ну, понимаете, у меня слов нет, у меня радость, слезы на глазах. Ну, все же, такое пояснение, что мы веруем, ну, прости нас, но мы сейчас не такие. Да, да, да. Вот почему мои, которые мои там проповеди, то другое, они идут по всему миру. Почему? Я никому не угождал никогда. Я смотрю выше голов. Я уже выступал где-то, мы там митрополиты, епископы, дом ученых, академгородки, то есть высшее учебное заведение всей страны. А там академики, профессора. И когда я кончил, пошли, а я разошаю, между собой говорят, нам кажется, что мы совсем не учились даже. На любой вопрос дает Библия, как же можно было оставить ее? Она никаким авторитетом не пользуется. В 988 году крещение было, а перевод на русский язык в 1876. 900 лет. Верили и не знают, как верили. Вообще Библии не было, Евангелия в руках не было. Да и сегодня еще. Вот придумали то-то, надо столько-то вечернее. Ничего этого Бог не устанавливал. Ну, я православный, я соблюдаю, хожу, молюсь, но я же знаю, что не так было. А как было? Деяние апостолов, считай. Пришел апостол, теперь говорил, когда Евтихо упал там за окна. Он говорил, сколько людей пришло, как он свидетельствовал, как было путешествие. Сегодня-то нет ничего этого. Куда он? Вот приезжает даже патриарх, а его сотрудники КГБ везде охраняют, и на их даче он там бывает. А я его зову. Он обо мне хорошо знает, но он ко мне никак нельзя. Я говорю, ну, пошлите еще 20 снайперов по крышам. Позор один. Когда они, емясь, ездры, выводили народ из плена, царь тогдашний, там, артаксер, что, он сказал, дам вам охрану. Они сказали, не надо, чтобы не стали смеяться над нами. Вот и все. Потому что их было много. Их сразу пришло там больше ста тысяч. Мы сами расправимся с врагами. Вот какой смысл. Поэтому надо на все смотреть, как говорит Дух Святой. А этого нет. Ну, 8-9, если смотреть, 8 глава, 9 стих, послание к римлянам. Кто Духа Святого не имеет, тот не его. Причащается, молится, трудится, помогает, не его. Это все может быть от того, что в хорошей семье, интеллигентной. Он помогает. Я знал очень хороших коммунистов. Знал. Ну, а какое отношение это имеет к учению Христова? Никакого. Вот так, дорогой мой друг. Игорь Михайлович, можно задать вопрос Александру? Мир вам. Да, конечно, можно. Пожалуйста. Вот в 15 главе к римлянам Павел напоминает, что он по благодати Иисуса Христа у язычников совершать послан, да? Священодействовать благовестие. Значит, благовестие это священодействие. Так получается, да? Да самое настоящее. Это священодействие. Хотя человек мирской. Никакого звания церковного нет. Но через него обращаются люди. Это священодействие. Благодать призывающая. Благодать обращающая. Вот что это говорит Феофан Затворник. А у людей сразу кинулись благодать освящающая в церковь. Приходят, ничего не знают. А священник стоит, с чашей надмивается. Кто они причащался? Он должен закрыть, наоборот, не показывать. Поэтому за один абор 10 лет отлучения. А сегодня 40 поклонов и нам новые подвиги. Мы карикатура христиан. Не только православных, а вообще никаких. Партия какая в Российской Федерации есть. Я с ними разговариваю. Великодержавники называются. Я говорю, и за что вы? Мы за православие, но против христианства. То есть православие это совершенно не христианское. Вот так как понимают. И не где-то в краевой администрации. Зам губернатора. Я сижу здесь, с ним разговариваю, знаю, хороший человек. Я говорю, ну судить-то будет Христос. Ну а нам зачем это? Церковь это объединяющее. Она нас делает сильными, уважаемыми. Нас бояться будут все в мире. Ой-ой-ой. Нас будут бояться. Трухля. Так что надо трудиться, ни на кого не смотреть. Идите и благовествуйте. Это священодействие. В одном месте только так сказано. Главное священодействие. Как? А ты уходишь, морешься. Вот мы проехали из Барнаула до Владивостока. Вот. Портнаходка. Вот туда мысленно пройди. А потом забросили груз. Там по пять тонн. Книги мои. У меня 38 томов к этому времени вышло. Мы Евангелие с собой набрали. Церковные журналы, газеты. И мы прошли до Португалии. Всю Европу. Скандинавия. Прибалтика. И 650 библиотек получили полный комплект книг. Я уже сколько раз говорил. Нам это обошлось 35 миллионов рублей. А поехали, ничего не было. Дорога, люди узнают и прям подходят и возьмите, возьмите. Но к нам ни один рубль не присосался. А сколько новых душ обратилось. А выступлений дорогой сколько было. Это несколько тысяч. И как к нам Бог расположил людей. Сектанты-то они нас презирают. А тут в Англии, в Великобритании стоят молятся. И с ними дети. И молятся. Благослови Господи Игнатия Тихоновича, чтобы люди слушали о Боге. Баптисты крестятся. Крестное знамение совершает. Вещь неслыханная. А почему? Бог. Когда Епим Григорьевич Распутин решил поехать в город, ему говорят, там развратишься. А он говорит, а Бог. Вот фраза такая. Вот как было дело. Это Господь делает так. Совершенно незнакомые люди подходят, и вам помочь надо. Да нет у нас. Ну возьмите, вот там вам потребуется. Совершенно незнакомые в новой местности. Вот представь, сколько государств в Европе, Турции, мы все прошли. Это даже высказать нельзя. И как нас Бог как на крыльях нес. А когда на Восток шли, у нас каждый день получалось 1030 километров. Ну кто на машине ездит, знает. А то мы попутно должны где-то заезжать в города, в главные библиотеки нам. 1030 километров каждый день. Подъем у нас был в 2 часа ночи. И все это позади. А в Швеции сломались. И все равно Господь нас вытащил оттуда. Хотя люди, которые нас знают, сразу сказали бросайте машину. Сейчас высылаем деньги, покупайте новую иномарку и идите дальше. Без отдачи. Мы не пошли на это. Вот я когда говорю, люди всегда считают как сказка какая-то. Она похожа на сказку. Вот милость Божия охраняла, и мы вернулись. И как нас в дороге встречали, сломали, надо же ремонтировать. А она где-то в Нижнем Новгороде, там приехали. Мы зашли, и там при входе, нам нужен главный инженер, главный, кто там у них, названия какие. Потому что шестерня-то полетела, их она вставлена была. А вы уйдите с дороги-то. Мы вышли там, деревья рядом, молимся, помолились, а они уже рядом стоят. Прямо считаешь, когда невероятная вещь. И тут дальше сразу мастера за нашу руль. Мы там сидим, нас видно, они там наверху столовая, корзина тащат по обеду. Мы говорим, сегодня пятница, мы не можем есть. А что можно? Ну, нельзя то другое. Он побежал с корзиной, там кто служит-то. А его, видно, руководство послало. Первый раз нас видят. Это нельзя сделать. И ничего не берут. Это бесплатно накормить. Ну, насчет там лепешки, там растительное масло, вот так, помидоры, там все они могли. Вот мы проехали везде, мы триумфальное шествие можем назвать. Начнешь когда рассказывать, это невероятно. Потому что наш Бог сильный, любящий отец. Дорогой много встреч с мусульманами были. Мы молимся, и они молятся рядом. По-своему. И они вас в обиду дорогой никогда не дадут. Они любят, когда люди молятся. У нас палец на спусковом крючке никогда не был. Ну, вот так. Александр, все. Спасибо, Христос. Аллилуйя. Так, никого нет, я отхожу. Игнат Тихонович, у меня вопрос. Ну, давай, давай. Давай, Георгий. Игнат Тихонович, мне вот говорили, что вот у меня скоро крещение, я вам говорил, что с нескрещенного больше спрос, чем с нескрещенного. Ну, да. А вот у меня... А если вот паду... Вот у меня такой страх, что я могу пасть после крещения. Вот достаточно... Ну, вот если вот палец... У меня такое чувство, что мне не искрить, не поможет. Но уныние сильно. Немедли, говорит, сейди. Вот, допустим, в школе балуются ребятишки. И тот же сын директора. Он ему и говорит, ты смотри, к тебе по-другому относятся. Ты мой сын, а я директор школы. И что я буду отвечать? Ты делаешь дела-то непохвальные. Понимаешь, как спрос другой. Так мы, когда принимаем крещение, все вы во Христа, крестившиеся, во Христа облеклись. Галатам 3, 27. И вот мы уже его дети Божьи. Мы всех счастливее на всей земле. И теперь, действительно, с нас спрос уже другой. Поэтому тщательно надо подготавливаться к крещению со старым полный разрыв. Я умер для мира, и мир для меня, как Павел говорит. Мы два мертвеца. А кто любит, говорит, мир, в том нет любви отчей. Дружба с миром есть, вражда против Бога. Послание Якова 4, 4. Вражда. А враждовать как против Бога? Дружи с миром, пей, гуляй вместе, танцуй, и все. Мы дети Божьи. И с нас спрос будет, как с детей Божьих. Мы принадлежим не президенту земли, а всемирному владыке. Поэтому надо быть очень внимательным, чтобы ради нас Слово Божие, имя Божие не хулилось. Вот как нужно. Ну, все тогда. Отхожу. Игнат Тихонович, а если все-таки Павел, но получилось так? Ну, как-то получилось. Что-то у Павел получилось. Павел, вставай. Ну, надо заранее же смотреть, что Павел-то. Павел, там, не заметил, что сегодня пятница, там молоко выпил. И другое дело, когда там бывает в разврат впал или куда. Это же разные вещи. А такого, говорится, Адра-то за хвост добьяму. Там ничего не будет. Ты греха должен как огня бояться. У тебя не товарищи, прежних не может быть. Все по-другому. Новое. Рождение свыше. То рождение кончилось, а паспорт закрытый. Трудовая книжка закрытая. У нас все новое. Отошел. С Богом.